Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Любы дорого посмотреть. В Бобруйске полным ходом идет капитальный ремонт жилфонда. Стараются. До управления, конечно, стараются. Работает очень приятно все. Сколько домов уже отремонтированы. От звонка до замка. Подросток рассылал сообщения о лжеминировании. Все материальные издержки, гражданские иски, возмещение ущерба и убытков несут полностью родителей. Чем обернулась шутка. Каникулы без дыма и огня. В стране продолжается профилактическая акция. Помните, что именно вы в ответственности за ваших детей. Особенно в летний период. Как уберечь самое главное. А также президентский тет-а-тет, звездные космонавты и шквалистый ветер. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности, что прогнозируют синоптики. От экономики до СВО. Президент с рабочим визитом посещает Россию. Александр Лукашенко прибыл в страну-соседку еще в субботу. Уже в воскресенье встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце. Главы государства обсудили широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем. Вопросы безопасности и экономики. А также реализацию союзных программ. В центре внимания конфликт в Украине и наращивание Польши военного присутствия на границе с Белоруссией. Мы же это видели полгода тому назад и предварительно это обсуждали. Нам, Владимир Владимирович, чему все это сказал? Нам это неприемлемо. Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощи, поддержки. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески. По окончании официальной встречи у президентов вторая часть программы. Главы государств приехали в Кронштадт. Кроме того, посетили Ставропегиальный Никольский морской собор и Спасо-Преображенский на острове Валаам, где поклонились мощам преподобных Сергия и Германа, основателей обители. Большая часть общения лидеров прошла в формате без СМИ. Заигрался не на шутку. Правоохранители установили личность киберпреступника. Несовершеннолетний житель Витебской области с 2022-го отправил более 200 сообщений о минировании. Заведомо ложную информацию подросток рассовал различным белорусским учреждениям. За такое преступление грозит уголовная ответственность. Наступает с 14 лет. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Если ребенок не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, все материальные издержки, гражданские иски, возмещения ущерба и убытков несут полностью родителей. Чаще всего веерную рассылку о лжиминировании отправляют в школы, больницы, торгово-развлекательные центры, объекты, соцструктуры, на предприятия, вокзалы и аэропорты. В каждом подобном случае милиция находит злоумышленника. Это лишь вопрос времени. Прогрессивная экономика, материальная помощь и совместный полет. Белорусские кандидаты в космонавты прибыли в Центр подготовки в Звездном городке. Кто стал участником? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В уборочной компании задействуют около 7,5 тысяч комбайнов. Среди них 800 новых, что в два раза больше, чем в 2022-м. 460 машин уже прибыли в хозяйство. На неделе аграрии намерены получить первый миллион тонн зерновых культур. С учетом рапса планка уже преодолена урожайность на уровне прошлого года. Беларусь увеличит экспорт продуктов питания в Китай. В Поднебесной наибольшим спросом пользуются шоколад, рапсовое масло, кукурузное хлопья и алкогольные напитки. Сейчас действуют десятки контрактов, по которым ведутся поставки. На китайский рынок предприятия концерна доставляют практически весь основной ассортимент выпускаемой продукции. Более 240 тысяч детей из многодетных семей получат новому учебному году материальную помощь. Единовременную выплату предоставят независимо от дохода родителей. О всех регионах республики уже начат сбор заявлений. В местных бюджетах на поддержку выделено более 26 миллионов рублей. Также по всей стране пройдут традиционные облаготворительные акции. Белорусские кандидаты в космонавты прибыли в Центр подготовки в Звездном городке. Основной участник – Марина Василевская, дублер – Анастасия Ленкова. За 8 месяцев им предстоит изучить системы корабля и российского сегмента МКС, отработать действия в нештатных ситуациях. Полет запланирован на 13 марта 2024-го. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны при грозах ожидаются сильные ливни, местами град. Ветер южный и юго-западный – 5-10 метров в секунду. В отдельных районах возможно шквалистые усиления до 20. Ночью и утром также прогнозируется туман. МЧС рекомендует непогоду переждать в помещении и не парковать авто вблизи деревьев и слабо закрепленных конструкций. Чувствуйте себя как дома. Мэр встретился с молодыми специалистами славянки. Игорь Кисель поинтересовался, как девушек приняли в коллективе, узнал об условиях проживания и успехах на первых рабочих местах, выслушал предложения и пожелания о развитии швейной фабрики и города в целом. Кроме того, председатель горосполкома дал наставление стремиться получить высшее образование. Для меня, как человека творчества, который занимается всем этим делом очень давно, для меня это была встреча полезная. То есть я действительно хочу организовать что-нибудь яркое, что-нибудь необычное. На швейной фабрике трудятся более 50 молодых специалистов. В августе коллектив пополнят еще порядка 30. Для каждого предусмотрены материальные выплаты и жилье. Во всем помогают опытные наставники. К тому же есть возможность повышения квалификации. Наш двор в Бобруйске полным ходом идет капитальный ремонт жилфонда. По сравнению с прошлым годом финансирование значительно увеличено. В планах обновить 21-многоэтажку. Только в Первомайском районе уже заиграли новыми красками три дома. С подробностями Елизавета Липеева. Дом на Ульяновской 44 после капитального ремонта притягивает внимание всех жителей. Отремонтированная крыша, разноцветный фасад, в подвале новые инженерные сети в подъездах, двери и окна. Работы выполнены в начале июня, точно в срок. Вовремя делают апгрейды на Рокоссовского 58 и Лынькова 33. Никакого дискомфорта никто не чувствовал, никакой грязи не было. Все за собой убирали, все было аккуратно, чисто. Стараются до управления, конечно, стараются, работает очень приятно. За несколько лет до этого у нас еще возле дома сделали спортивную площадочку. Очень много детей на ней постоянно. Капитальный ремонт жилфонда идет полным ходом. В Первомайском районе работы ведутся в домах на Западной 22, Горелика 57 и 59. В основном в бригадах по 4 человека, штукатуры, монтажники, высотники. Никто не стоит без дела. Пока одни красят фасад, другие меняют трубы. Производятся работы по заменению стояков по квартирам, работы ведутся на крыше по производству кровельных работ. Все сдадим вовремя. В 2022-м в Бобруйске отремонтировано 14 многоэтажек. В этом в планах 21. Орловского – 34, Гагарина – 10, Гоголя – 37, Островского – 54 и не только. Полный список на сайте горысполкома. Финансирование значительно увеличено. Вся силы направлены на качество и оперативность работы. В этом году выполнено комплексное благоустройство пяти дворов. Там установлены детские игровые площадки. Это Крылова – 56, 54, Ульяновская – 70, Горелика – 23, проспект Строителей – 24 и Орженикидзе – 42Б. В рамках благоустройства проводятся работы по ямочному ремонту придомовых территорий. Производится замена, установка скамеек и урн. Маршрут развития. В городе ремонтируют и дороги. Покрытие готово на Социалистической Ковзо, на Октябрьской, Шевченко, Куйбышева-Пушкина, Карло-Липнихта, Минском шоссе, а также на переулках Бахарова, 4-й Путейский и 3-й Луговой. И это лишь часть списка. Активная замена асфальта сейчас идёт на Гагариной, Ченгарской, Карло-Маркса, Ванцете, Пролетарской и Садовой. А значит, Бобруйск преображается на глазах. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Летняя памятка. В стране продолжается акция «Каникулы без дыма и огня». Спасатели в игровой форме напоминают школьникам о самом важном – безопасности. Проводят профилактические беседы, раздают информативные листовки, учат пользоваться спасательным жилетом и рассказывают о мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом». Ребята посещают части, где им проводят экскурсии, знакомят с техникой и историей пожарной службы, которой 25 июля исполняется 170 лет. Уважаемые взрослые, уважаемые родители, помните, что именно вы в ответственности за ваших детей. Особенно в летний период, когда проходят каникулы, и долгое время они могут находиться одни, без вас дома. Напоминайте им о важных правилах пожарной безопасности. С начала 2023-го в стране произошло свыше 3400 пожаров. Погибло 286 человек, в том числе 4 ребенка. Причиной возгорания нередко становится именно детская шалость с огнем. Это все события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова